Воистину в великой актрисе театра и кино Софико Чаурелли могло бы сейчас исполниться 75 лет. Мои коллеги Игорь Боленский и Инга Мурадова отдают должное неугасающей памяти ее таланта. Она снялась в сотнях картин. Была одной из советских актрис, кто семь раз удостаивался приза за лучшую женскую роль на международных конкурсах. Но для многих ее визитной карточкой является роль Алисы Постик в комедийном детективе Аллы Суриковой «Ищите женщину». Впрочем, этой актрисе визитная карточка без надобности. Софико Чаурелли знают и любят все. А как же улика? Дом Софико Чаурелли находится на улице, которая носит имя ее великой матери, актрисы Верико Анджи Паридзе. Это, кстати, было первое место, где я оказался, когда впервые попал в Грузию. Конечно, не случайно. Это вообще было моей мечтой попасть в этот легендарный дом. Этот дом отец Софико, Михаил Чаурелли, построил на месте его первого поцелуя с Верико Анджи Паридзе. Эта местность называется Пикрисгора. Если перевести на русский, то гора раздумий. Когда Софико диктовала мне свой домашний адрес, я сидел и внимательно его записывал. Но едва я сел в такси и сказал таксисту, что мне нужно попасть в дом Чаурелли, он сказал, я все знаю, дальше говорить не надо, довезу. Сейчас в этом доме живут дети Софико. Я несколько раз бывал в этом доме, как шутила Софико, в доме, где разбиваются сердца. Думал ли я, что инициалы СЧ станут в моей жизни заветными? Вот в этом месте Софико вместе со своим вторым мужем КТ Махарадзе устроили театр одного актера. Кстати, мое знакомство с КТ состоялось в Москве. Я помню, когда только переступил порог гостиничного номера, где остановились Чаурелли и Махарадзе, КТ подошел ко мне, протянул руку и сказал, здравствуйте, я любовник Софико. По крайней мере, именно так вчера написали московские газеты. В своей жизни она была такой полной, такой простой, такой жизнерадостной. Например, она мне говорила всегда, что благодари Бога за каждый подаренный день утром и не теряй время, потому что каждый день это огромный дар, говорит, человеку, для того, чтобы что-то создать, что-то сделать, быть благодарным за то, что ты проснулся, увидел солнце и у тебя есть возможность прожить еще один день. Каждый мой приход сопровождался застольем. Софико накрывало очень такой роскошный стол, а я был новичок в Грузии. А вообще мы Софико говорили и о политике. Эта тема была для нее, как мне показалось, интересна. Она ведь даже была депутатом Верховного Совета СССР от Южной Осетии. Однажды Софико обратился Шаварнадзе, тогдашний руководитель Грузии. Он сказал, Софико, только ты сможешь помочь уговорить Брежнева увезти советский полигон с территории старинного церковного комплекса. И действительно, Софико вышла на трибуну и повернулась к Брежневу и сказала, дорогой Леонид Ильич, конечно, нашим солдатам надо учиться, но ведь вы, отец всех наших, нас придумайте что-нибудь. Брежнев заплакал, подошел к Софико, обнял ее и вопрос был решен. Она была очень таким деятельным человеком, она всегда что-то делала, что-то строила, кому-то помогала. Такая она была женщина. Роль в фильме Георгия Шенгилая, первого мужа и отца сыновей, принесла Софико грандиозную популярность. Она играла и танцевала, и пела, правда, без помощи подруги не обошлось. За Софико на самом деле поет Нани Бригвадзе. Рядом со мной стояла она во время репетиции, не репетиции, а во время записи. И я смотрела на нее, как она двигалась, как она все это переживала. Вот такое же было мое исполнение. Вот сейчас мы находимся в комнате, где жила мать Софико, великая Верико Анджепаридзе. И Софико призналась мне, что несколько лет после смерти матери, а Верико прожила 90 лет, она не смела прикасаться к ее вещам. Вообще, говорила Софико, это разная любовь. Любовь родительская, любовь супругов. Но одновременно это и счастье, и наказание, потому что любовь бывает мучением. Но при этом, признавалась Софико, я ни за что не позавидую человеку, который этого дара не испытал. Софико Чаурелия ушла навсегда 5 лет назад, но ее любят и будут любить, потому что она умела это делать сама.